Приветствую вас, и у вас очень интересный вопрос, на мой взгляд странно, что на момент записи данного ответа у вас не было ни одного комментария от моих коллег. Итак, вы пишите, решил это общаться с парнем, который в младших классах за мной бегал. Сейчас на обо 30 вот что-то вспомнилось про него. Ну вот здесь меня как психолога интересует сразу вопрос, а почему вы про него вспомнили, собственно говоря? В младших классах он за вами бегал, даже не в старших и не в средних, а в младших. И с тех пор столько времени прошло, с тех пор вы изменились, с тех пор вы поменялись сильно. Почему вы вспомнили про него? Что заставило вас это сделать? Какие у вас мотивы? Вот вы говорите, стоит ли его заинтересовывать. Дело в том, что мужчина должен интересоваться женщиной, а не наоборот. Мужчина это активное начало. А вы здесь как бы говорите, что вы проявляете инициативу по отношению к нему. Что тоже заставляет задуматься о том, когда у вас мотивация. Либо вы строили до этого отношения, у вас не получилось, вы сейчас активно хотите найти себе другого молодого человека, чтобы заменить те отношения, которые у вас закончились неудачно. И тогда это плохо, потому что вам нужно побыть одной. Вам нужно побыть одной и учиться быть самодостаточным, учиться правильно себя реализовывать, правильно себя ставить с мужчинами. И то, что вам 30, а у вас нету мужчины и семьи, говорит о том, что может быть у вас есть какие-то проблемы во взаимоотношениях с мужчинами вообще. И тогда это нужно прорабатывать, а не заинтересовывать парня, который когда-то давно в ваших классах за вами бегал. Далее, пытаюсь понять, есть ли жена. Зачем? Опять же, этот вопрос, зачем? Знаете, если у него есть жена, вы об этом узнаете. Рано или поздно вы об этом узнаете. Вот, рано или поздно, не знаю, верите вы мне или нет, но рано или поздно вы об этом узнаете. Просто, поверьте мне, невозможно открывать факт жены довольно долго. Вот, невозможно. Это нереально, совершенно. Потому что, ну, рано или поздно он просто-напросто посвятит вас это. Или вы сами почувствуете, что он недостаточно с вами, например, откровенен, да? Вот. Далее, вы пишете вконтакте, значит, намека на хину нет, но есть две фото с дочкой. И далее, вы пишете, что он игнорирует ваш вопрос, который вы отдаете ему по поводу его суме. То есть, это означает, что человек не готов раскрываться вам. Это означает, что человек не желает посвящать вас в свою личную жизнь. И в любом случае он вам не доверяет, так как вы, например, хотели бы. и он не нуждается в вас, так как вы в нем. Стало невозможно, что в нем играет обида сейчас на вас, за то, что вы тогда его не принимали, например. Нет, вполне возможно, что он хочет вам отомстить, чтобы вы побыли на его месте и, чтобы почувствовали то же самое, что чувствовал он. Все это изобувствует предположение. Вам можно общаться с ним до тех пор, пока речь не зайдет о встрече. На встрече вы, я думаю, сможете понять, вообще важен ли этот человек, нравится ли он вам, хотите ли вы с ним быть и так далее. И вот в этом случае, если вы на все эти вопросы обведите положительность, то вам нужно будет, во-первых, ну, помимо того, что... помимо того, что обратить внимание на его руки, да, где есть кольцо, вам нужно спросить его прямо. Зинат ты или нет? Ну, вы можете спрашивать и не прямо. Можете спросить, а как у тебя дела, там, на личном проните, как у тебя жизнь вообще и так далее. Или, там, с кем сейчас, например, твоя дочь и так далее. То есть вот такие вопросы вы можете задавать. И я думаю, что в процессе диалога, в процессе диалога вы сами заставите свое представление, пусть и косвенное, но представление о том, есть у него жена или нет. И это будет на самом деле куда более продуктивно, чем то, что вы делаете сейчас. Сейчас вы, общаясь с ним в социальной сети, по сути диалога, не видите его. И у него есть возможность вам не отвечать. От подобного, от подобной формы общения лучше отходить и все-таки предложить ему встретиться, если, например, он, когда он будет в городе, вот просто, просто приглашите ему, вот, как он будет в городе, и с вами встретиться. И все. И посмотрите, если он желание встретиться с вами проявит, ну, значит, он действительно к вам что-то чувствует, какая симпатия у него есть. Можно двигаться дальше. Если нет, то нет. И человек в этом случае вам не нужен. Понимаете? Вот, об этом я хотел бы, чтобы вы подумали. Далее, значит, ну, вот вы про него узнали, что он в вашем городе не живет, а три года назад уехал далеко у числа. Здесь бывает раза три в год. Зачем вы выясняли что-то про него? Откуда такой интерес к нему именно сейчас? И почему именно сейчас? Вот эта вот субъективная сторона этого вопроса остается открытой. Вам и важно, так, женат он или нет, именно потому, что у вас появилась мотивация с ним быть. Я хочу, чтобы вы эту мотивацию получше для себя поняли. Мотивация направлена на вас или мотивация направлена на него. Для него вы хотите быть с ним? Он вам понравился. И вы хотите делать его счастливым. И тогда не вам, не женат он или нет, вы просто хотите проводить с ним время, чтобы делать его жизнь немножечко лучше, счастливее, ярче и так далее. или вы хотите для себя. Тогда возникает вопрос, что именно вы хотите для себя, почему, и почему именно с ним, и почему сейчас? Вот. Значит, как понять, женат он или нет, и стоит ли его заинтересовывать собой? Спрашивайте вы. На самом деле, вы можете задать ему этот вопрос еще раз. На самом деле, вы можете разговаривать с ним про семью, про личные отношения. вы можете задавать ему вопросы про дочь, вы можете сказать, например, о том, что дочь похожа на него, или и так далее. Вы можете просто-наобратно общаться с ним, рядом или поздно это всплывет. Но то, что он молча слив, говорит о том, что он не так сильно заинтересован в общении с вами. И это, в свою очередь, говорит о том, что вполне вероятно, у него действительно либо есть жена, либо с этой женой у него какие-то связи все же есть, потому что, ну, не будет у него одни с жены, и нуждается он в женщине, так как вы, судя по всему, нуждаетесь в мужчине, но он был бы куда более активным. Я думаю, вы с этим согласитесь. Ого. И, отвечая на ваш вопрос, возможный, почему я не дал более конкретных ответов, я хотел бы сказать так, что рассуждать о третьем лице опасно. На основании той небольшой информации, которую вы предоставили, нереально. Подписка, психология. Для этого нужно больше информации о нем, больше информации о вас. Для этого нужно, чтобы вы с ним пообщались, чтобы вы узнали его поближе. И так далее. Вы встретились, чтобы вы рассказали свои впечатления от встречи. Тогда можно будет сказать о том, женат он или нет. И то, с изразной долей предположения. Вот то, что вы говорите здесь, тот вопрос, который вы задаете, это из ряда вопросов для эзотерики. Вот они бы, наверное, эзотерики вам бы смогли подсказать. психологии, к сожалению, нет. Прости всем. Вот. Я могу вам только лишь напомнить о тех вопросах, которые задавал вам в начале своего ответа и по ходу его. Вот на эти ответы вам нужно дать, на эти вопросы вам нужно дать ответ, потому что сказывается у меня ощущение, что вы молодом человеке чересчур сильно нуждаетесь, а это не есть хорошо. И второе ощущение, что через него вы хотите удовлетворить опять же свои какие-то потребности, а это тоже не есть хорошо, потому что ну отношения так не строят. Отношения строят все-таки на независимых равноправных основах и началах хотя бы хотя бы на заре. И то, что вы проявляете инициативу, тем самым обесценивает вас и делает мужчину ну таким приемником, приемником вашей активности, что не если хорошо именно для мужчин. Надеюсь, вы меня в этом постараетесь понять. На этом все, надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. субтитры и удачи. Субтитры